всем привет с вами канал я мой принтер сегодня поговорим о принтере шпи модель новая еще есть магазине стоимость этой модели от 15 и выше давайте рассмотрим еще он состоит а там вы сами будете решать покупать вам этот принтер или не покупать то есть видим у нас в этой модели имеется сканер также непрерывной подачи чернил заливается вот сюда это большой плюс что вам не надо маленькие картриджи брать и заправлять что вам будут говорить магазине их на цель продать вам такой товар ваша цель согласиться и еще раз вам даю совет не стремитесь никогда за новинками лучше купить был принтер или два года который выпускается 3 потому что эти принтеры изучены об них много информации на форумах также статьи и видео ну это уже решение каждого у кого сколько денег еще небольшая просьба если у вас есть такой принтер напишите пожалуйста в нем отзывы что вы о нем думаете чтобы люди знали брать этот аппарат или покупать я вам покажу еще он состоит а там вы будете решать сами уже итак давайте попробуем напечатать нашу копию а а а а а а а а а в принципе видим печатать неплохо почему мне отдали потому что не увидим полоски видим на это то есть у него не не пропечатают тест дюза вот оригинал вот такая давайте посмотрим из-за чего эти ошибки могут быть во первых посмотрите на чернила ваши чернила всегда должны быть наполовину или больше здесь чернил совсем нет из-за этого у вас может завоздушиться система и картриджи не делайте так никогда всегда смотрите за уровень чернила теперь чтобы в этом принтере достать печатающую головку и убрать оттуда воздух а также прокачать систему чернил потребуется много манипуляций итак печатающая головка в этом принтере мы открываем и видим она не достается печатающая головка доставаться не будет пока не появится ошибка печатающей головки в таком случае она выйдет а до этого вы достать не сможете чтобы ее достать нажимаем на кнопку включения наш принтер выключился теперь нажимаем на включение и выдергиваем из сети провод питания то есть видим наш печатающая головка вышла на это место чтобы ее вытащить нам надо нажать вот сюда на жарик и ваш печатающая головка теперь может выйти только чтобы она стояла вот в этом месте как указано на рисунке то есть берем ее нажимаем на нее и вытягиваем на себя такой же картридж видим только сюда ставится система непроверной подачи ну к этому мы еще вернемся разберемся то есть вот такой способ она вытаскивается чтобы заменить эту печатающую головку с вас возьмут рублей 500 в сервисах вы можете заменить ее сами то есть нажали на наш картридж и она влазит чтобы вам разобрать этот принтер вам понадобится оттерка со звездочкой на Т9 откручиваем раз винт два винта затем откручиваем здесь два винта здесь вам понадобится вот такой удлинитель открутили 4 винтика затем берем вот отсюда аккуратненько чуть-чуть поддеваем видим впереди крышка у вас открыта то есть в таком положении здесь выдергиваем раз шлейф и широкий два шлейф то есть блок сканеры мы цепили затем смотрим на систему неправильной подачи видим здесь у нас сейчас она заполнена ну до этого был здесь воздух давайте рассмотрим варианты из-за чего могут быть наши полосы во первых за воздушность в нашей системе видим воздух пошел уходить то есть здесь у нас чернил нет воздух у нас уходит потому что картриджи пустые в картриджах находится воздух что я только не пробовал чтобы заполнить эти картриджи и эти трубки видим здесь такие как бы углубления для чего я уже так и не понял ну делал эксперименты сейчас вам покажу сначала я не мог убрать отсюда воздух то есть думал как его убрать убирается но очень просто нажимаем вот на синюю эту штучку она открывается и мы берем например желтый просто шприц видим без всяких насадок нажимаем на клапан и вон отсюда вот воздух убрался что я такое в ютубе не увидел как люди не извращаются и прищепками затягивает и что такое не делает видим никуда он не девается чернила заливаем обратно сначала когда я увидел вот эти штучки я подумал что ими может быть надавить ваш воздух уйдет и все ну смотрите давайте попробуем например синим цветом видим здесь у нас пустой воздух картриджи одеваем когда одеваете картриджи смотрите чтобы вот эта пружинка попадала вот сюда следующий опыт какой я делал брал шприц вставлял сюда думал обратите внимание вот на чернила на это на синее я нажимаю нажимаем чернила пошли видим но только я шприц высовываю чернила возвращается обратно то есть получается что здесь и имеется у нас обратный клапан мы давление даем а резинка просто у нас напрягается и ничего не выходит отсюда ну просто давайте попробуем проэкспериментировать возьмем к примеру шприц и крышку попробуем сейчас поставить нажимаем на синий цвет видим я нажал на синий цвет беру шприц втыкаю в ту отверстие которую я вам показал просто делал эксперимент вместе с вами затем шприц убираю обратно вот 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 таким образом у нас синяя чернила не возвращается давайте попробуем вообще можно так будет заправить интересный картридж или нет может эти отверстия для этого и нужны почему-то никто об этом ничего не говорит то есть опять я всую синюю штучку видим то есть таким образом потекли чернила по ходу дела можно заправить картриджи по ходу дела можно заправить давайте уберем отсюда картриджи как я вам убирать показывал открываем одну крышку вторую ставим на рисунок нажимаем пальцем картриджи наши вытаскиваются следующий вариант заправки я сегодня увидел как бы тоже в ютубе при тем как снимать видео я посмотрел потому что иногда бывает вроде видео по одной минуте ну очень полезно то есть например желтый да видим мы заливаем сюда чернила ой много залил и нажимаем на наш картридж не знаю правда это долго будет ли так или что очень долго я еще не пробовал то есть чтобы заправить этот картридж я вам показал два способа какой из них работает какой нет я честно вам скажу не знаю но буду пробовать оба то есть если желтый вы и синий заправляете так если в середину надо нажимать картридж вот в этом месте прокачали прокачали как отмачивать печатающие головки кадры в миллион видео в ютубе попробуйте попробовали ваш тест синий видимо у нас вроде тут то все хорошо идет все цвета только розового что то не очень ну то есть банальные ошибки в системе непрерывной подачи что вы оставляете ваши чернила в самом низу и не печатаете принтером потом у вас получается завоздушенность завоздушенность картриджа картриджи потом могут у вас перегореть и то есть набор такой картридж будете покупать эти рубля за три с половиной так думаю с этим понятно как вам прокачать систему и еще один такой вам совет когда например вы заправляли не знаю как у вас пошел целиком зеленый цвет отсюда то есть принтере пойдет просто зеленый цвет или у вас переполнение картриджа это будет просто возьмите такую баночку поставьте сюда салфетку налейте какую-нибудь очищающую жидкость и ждите пока у вас она не очистится и не пойдут такие дюзы то есть у меня пока я делал принтер была раза два такая тоже испугался оказывается ничего страшного нет итак с этой системой мы разобрались то есть если у вас образовался здесь воздух мы сначала берем заливаем сюда полностью чернила затем высасываем шприцом отсюда воздух вставляем в картридж из картриджа воздух будет убираться если есть какие-то еще способы пожалуйста напишите мне очень интересно потому что принтер еще мало изученный еще такая штука в этом принтере интересно что у него нет прокачки то есть видим у него есть посадочное место вот здесь у него есть посадочное место затем очиститель вот он вырез язычок здесь который очищает вашу печатающую головку а место где должна быть помпа ее вот здесь и нету и куда сливается ваша отработка то есть здесь нету помпы и ваша система не прокачивается через компьютер вы прокачать этот воздух никак не сможете максимум что у вас идет чистка печатающей головки то есть этот язычок который вылазит он у вас вылазит вот эту штуку почистил и все так что это у них большой минус за воздушность нашей системы образуется очень часто на форумах почитал что люди их носят через каждые месяца 3-4 так как вы теперь научились устранять эту проблему можете сделать сами дальше будем снимать нашу плату и блок вай-фая то есть если у вас не будет работать вай-фай этот блок отвечает за вай-фай мы отцепляем все наши провода шлейфы посмотрите их расположение этот провод идет отсюда затем шлейф шлейф у нас от энкодерного колесика также смотрите чтобы у вас энкодерное колесико было чистое если оно у вас будет в грязи то у вас принтер будет выдавать ошибку отцепляем до затем откручиваем два винтика 1 и 2 открутили два винтика вот такие маленький винтик у нас получается вот отсюда, а длинный винтик вот отсюда. Теперь берем нашу плату и снимаем. Это плата Wi-Fi. Вроде все целое, все рабочее. Давайте начнем добирать винтер. Для начала нажимаем на нашу крышку. Снимается она легко, то есть мы тянем и вытаскиваем. Здесь ничего тяжелого нет. Затем откручиваем 1, 2, 3 винтика. Винтики расположены в таком порядке. После чего берем наше основание и снимаем его с крепления. Здесь мы видим, что от двигателя нам мешает провод, то есть крепление его там надо будет убрать. Вот здесь у нас расположены защелки. Его надо будет отсюда вытащить. Вытащили наш провод от двигателя. А когда будете снимать отсюда, с этой стороны, обратите внимание на эту защелку, которая в свою очередь вставляется вот сюда. То есть она вам тоже будет мешать вылезти этому основанию. Давайте разберем этот узел. Посмотрим из чего он состоит. Так как у меня в видео написано полная пошаговая инструкция. То есть здесь видим укладанную ленту и стрелочка у нас указывает уже не вверх, как обычно на этих принтерах, а вниз. Чтобы ее снять нам надо будет нажать вот сюда. Посмотрите, как она входит в датчик. Видим здесь расположенный датчик, как рассчитывают ее. Мы нажимаем на наш натягивающий железочку и с этой стороны освобождаем ее. Затем вытаскиваем ее из датчика. Здесь тоже она будет стоять вот так. Надпись здесь видно. Надпись ставится как надо, не кверху вниз. Таким образом снимается энкодерная лента. Затем посмотрите натяжители нашей энкодерной ленты, как расположенной. То есть мы уберем и вытаскиваем, чтобы не потерять. Следующий шаг, если вам надо будет заменить вдруг ремень, для этого мы откручиваем этот винтик. Пока винтик у нас здесь находится, видим наш натяжитель не функционирует. Открутили винтик, достали его. Теперь наш натяжитель может ослабить наш ремень. То есть вот таким образом меняется ремешок. Затем, чтобы сменить наш натяжитель, мы пружимку нашу берем и вытаскиваем ее из крепления. После чего вытаскиваем отсюда. То есть вот эта металлическая штучка снимается. Ролик наш достается. Видимо не хочет доставаться. Чтобы ролик вам достать, если есть такая необходимость, надо нажать. Снизу нажали и таким образом он выходит. Ну вот и все. Больше здесь в этом узле разобрать нечего. Следующим образом будем снимать двигатель, который отвечает за каретку нашу. Если у вас перестала двигаться ваша каретка, или что-то у вас попало сюда, мешает ей двигаться, или ремень, в ремне образовались, то есть здесь такие зубцы, ему наставала хана, или сам двигатель. Чтобы его заменить, откручиваем два винтика. Открутили два винтика, затем берем наш двигатель и снимаем его. Винтики, чтобы не потерять, можете сразу закрутить их сюда на место. А можете все сложить. Вот так вот. Он магнитит. После чего нам надо снять ось, чтобы освободить нашу каретку. Здесь видим такие натяжители у нас с этой стороны и с этой стороны. Берем нашу пружинку и снимаем ее с этой стороны и с той стороны. Затем видим шайбы, которые тоже наши оси не дадут выйти. Их тоже надо отсюда вытащить. С этой стороны шайбу сняли, с этой снимать не обязательно. Берем нашу ось и вытаскиваем ее. Если вы захотите заменить ремень, вам надо будет снять крепеж и поставить ремень на свое место. Смазки у нас видим, где у вас ходят вполне достаточно. Она набита. После чего ваш принтер не определяет ваши печатающие головки. Посмотрите вот эти контакты, чтобы они у вас были чистые. И на картриджах также смотрите контакты, чтобы они у вас были чистые. Вот этот ролик, который ходит у нас вот по этим по черным направляющим. Давайте разберем. Вот пружинка. Видим здесь такие крепежи. Вот я один вытащил. Там такие защелочки внизу. То есть вот здесь защелочки. Вот эти защелочки мы раздвигаем по сторонам. И видим наш шлейф освобождается. То есть мы теперь можем этот крепеж наш вытащить. Ставится оно так. В таком положении. Затем вы можете достать шлейф. Если у вас будет необходимость заменить вот эту деталь. Всякое бывает. То есть вот эту белую штучку. Или она будет достать схемку. Или вот эти контакты. Мы берем, смотрите. Здесь такие у нас защелки. То есть раз. Два. И три. Видно? Вот она защелка. Защелки наши вышли. Снизу. Теперь вот таким образом она снимается. Вся эта часть. Это я снимать не буду. Тут вы уже сами сможете разобрать. Тут тоже. То есть чтобы снять эти контакты. Вам надо будет раскрутить этот винтик. Снять плату вместе с контактами. Открутил я винтик. Теперь мы можем достать ее. подключить этот винтик. То есть чтобы заменить вот эти контакты. Вместе с платой. Все это меняется. Разбирается. Как я показал. подключил. Но я ее снимать не буду. Это ни к чему. И так под схемкой посмотрите как расположен наш датчик. Трассировали который ходит туда-сюда. И начнем собирать обратно. Поставили нашу схемку. Свои направляющие зафиксировали. То есть вышла отсюда и отсюда направляющая. Закручиваем на винтик. Закрутили винтик. Теперь берем нашу вот эту часть. Вот эти две штучки боков поставили. И защелкиваем наши вот эти защелки. Раз. Два. Три. Раз. Защелкнусь. Два. Три. Все. Затем если вам надо будет заменить шлейф. Видимо тут расположены. на такой специальной площадке. С пружинкой. Которые наш шлейф возвращает обратно. Для начала снимем наши ролики. то есть здесь такая защелка. Мы ее отогнули. Заодно посмотрите. Нет ли у вас здесь бумаги или что-нибудь застрявшего. Если у вас ошибка будет Е3. Возможно у вас здесь что-то застряло. Таким образом снимаются наши ролики. Затем здесь видим такие защелочки. то есть мы их нажимаем. Раз. Защелка. Два. Защелка. Три. Защелка. Три. И таким образом ваш шлейф освобождается. Ну я его вытаскивать не буду. Я вам показал как он меняется. То есть наш шлейф вот этот отпечатает. За контакты. За считывание информации. С каретки. И с печатающей головок. Вот с этой схемы. И с этих контактов. Ставим его на место. Поставили. Теперь наши ролики ставим на место. Чтобы их поставить на место. Здесь видим такие три направляющие. Раз. Два. Три. Они засовываются вот сюда. И вот этой защелкой. Защелкаю сюда. Давайте покажу. То есть видим. Три направляющих. Поставили на место. Все. Таким вот образом они одеваются. Одели все ролики. Посмотрели чтобы защелки держались за крепежи. Ваши пружины не вылазили. Собираем дальше. Одеваем наш шлейф. Чтобы вам легче засунуть. Отогните вот эту пластиночку. Которая защищает. Ваш шлейф. Шлейф засунули. Тут такая полосочка. Видим до полосочки. Затем берем наш этот крепеж. Вот эти защелки смотрятся в таком положении. Отдели его. Посмотрите чтобы ваши защелки дошли до конца. Защелкнулись здесь. Вот эти две защелки. Шлейф номера тут можете посмотреть. После чего ремень поставили в такое положение. Чтобы зубы смотрели друг на друга. Затем засунули нашу ось. От каретки. Когда будете ставить каретку. Посмотрите чтобы вот эта часть. Ваша. Зашла вот за эту выемку. Вот за эту. Видим я ее поставил. А вот тут я ее неправильно поставил. То есть не спешите. Посмотрите все внимательно. После чего когда вы поставили. Убедились что у вас каретка все в порядке. Ставим нашу шайбу. Потом пружинку. Пружинку одеваем сначала сюда. Потом натягиваем на ось. Затем не забываем поставить сюда пружинку. Нашего ролика вот этого. После чего берем двигатель. Ставим его на место. Закручиваем на два винтика. Затем если вы снимали на тележителе ремня. Ставим его на место. Здесь вот такая защелочка. Вначале надо засунуть ее. То есть под наклоном. Поставили. Затем берем пружинку. Ставим ее вначале на пластиковое основание. Думаю тяжелого ничего не должно быть. Попробовали. После чего берем ремень. И одеваем его на ролик натяжителя. Ремень мы видимо одели. Он натянулся как ему надо. Попробовали вашу каретку. Чтобы она у вас ходила. И закручиваем на винтик. Следующим шагом будем ставить натяжитель энкодерной ленты. То есть засовываем ее сюда. И вот так вот она фиксируется. Берем нашу инкодерную ленту. Стрелочка здесь будет смотреть вниз. Мыть ее ни в коем случае спиртом нельзя. Если вырезать ничего страшного. Встаем ее в датчик. Поставим ее здесь. Нажимаем сюда. И с другой стороны надеваем ее на свое место. Все, наша инкодерная лента одета. То есть стрелочка смотрит вниз. Поставили ее в датчик. И одели. И одели сюда. Какие косяки у инкодерной ленты? То есть если она у вас будет испачкана. У вас может она просто встать в сторону. И не работать. Вот так встал. И ошибка будет штукаться. Или при печати у вас будут оставаться полосы. Вот такие как здесь видим. Между тестами. То есть инкодерная лента идет. И проскочила. У вас полосы будут оставаться. Вот. Потому что у нас инкодана лента. Отвечает. Вот видим. Как у нас принтер наш настроенный. Вот она печатает. Вот отсюда. Вот так. И по листу. Для этого она и создана. Чтобы ваши чернила не шли мимо вашего листка. Если бы ее не было. То у вас бы был залит с боков весь принтер. Вот и все. Этот узел мы изучили. Переходим дальше. Следующим шагом будем снимать нашу схемку. Которая считывает с энкодерного колесика. Нашу информацию. Откручиваем вот этот винтик. Винтик открытили. Достаем нашу схемку. Видим здесь датчик. Который читает с энкодерного колеса. Информацию. И винтик вот такой. Затем будем доставать блок питания. Раскрутили здесь два винтика. Вот такие. Видим здесь такие защелочки. На крышке. Нажали на их. И наша крышка выходит. От моторчика провод выбрали в сторону. Чтобы нам достать блок питания. Нам надо раскрыть. Вот эти две части. После чего. Мы достали наш блок питания. Затем будем разбирать вот эту часть. То есть будем снимать наши светодиоды. Которые в свою очередь определяют тип бумаги. У вас фотобумага или обыкновенная бумага. Для того чтобы ключ достать. Мы берем нашу крышку. И вытаскиваем ее на данную часть. Берем крышку. Вытаскиваем вначале из верхнего крепления. То есть стенку тянем на себя. Вытащили с этой стороны. Потом. Таким образом наша крышка снимается. После чего. Откручиваем здесь один винтик. Раскрутили винтик. Снимаем нашу вот эту часть со шлейфом. Затем берем вот эти пружинки. Снимаем ее с одной стороны. Вот он наш пружинка. И снимаем со второй стороны. Откручиваем два винтика. Раз и два. Винтики здесь вот такие. Затем здесь видим такие защелки. Нажимаем на них. Нажимаем на них. Нажимается не туго. После того как нажали на защелки. Будем вытаскивать нашу вот эту часть. Сначала поддените один угол. Потом вытащите из ребра. Чтобы ребро не мешало. И таким образом эта ваша часть вытащится. вот эти отделители бумаги наши. Также я обратил внимание, что у нас здесь имеются такие резинки. то есть одна целая, одна рваная и одна вот выпала. Непонятно. Они здесь для чего-то или попали сюда случайно. Если вы знаете, напишите пожалуйста в комментариях. А еще такая запчасть какая-то была. Что могло потом в свою очередь попасть на датчик прохода бумаги. И не дать ему работать нормально. Берем наш провод. Вытаскиваем его. Затем достаем нашу эту пару. Тут вот такие две защелки. И вытаскиваем вот отсюда. Почему я спрашиваю насчет резинок. Видим здесь я. Вот у нас этих. На закрывашках имеются вот такие же резинки. Вот здесь вот в этом месте. Просто может тут тоже какая-то система куда-то не ставится. Но пока я представления не имею куда они ставятся. То есть чтобы наша крышка стояла. Вот здесь имеются резинки такие. Ну вот и все. На этом я заканчиваю пока свое видео. В следующем видео с вами научимся снимать моторчик. Вот эту металлическую подставку и саму систему неправильной подачи чернил. Если вам понравилось это видео. Не забываем ставить лайки. Подписываться на канал. Пишите свои комментарии об этом принтере. Если у вас такой принтер. Какие проблемы у него. Как вы их решили. И как вообще вам этот принтер. Также присылайте фотографии. Видео об этом принтере. В группу в контакте. В инстаграме. До свидания. С вами был канал. Я мой принтер.